Дети никогда не пропускают фальш. Если ты где-то сподличал, если ты где-то слукавил, недосказал чего-то, это непременно будет разоблачено и непременно будет предано, так сказать, осмеянию и нанесет урон твоей дружбе с детьми и твоему авторитету. Поэтому с детьми нужно разговаривать честно и справедливо. Кодекс казачьей чести, пункт первый. Честь и доброе имя для казака дороже жизни. Береги честь с молоду, достоинство сохраняй в любой обстановке. Имей волю признать свою неправоту. Если надо, побори сам себя. Оказывай уважение другим, не унижай себя. Не завидуй другим и не держи зла в сердце своем. Будь доброжелателен, но не льстив. Имей широкую душу. Удары судьбы встречай стойко. Андрей Владимирович Ардюхов, родовой казак, атаман Мысхакского хуторского казачьего общества имени Сидора Белого, принимал участие в операции по присоединению Крыма к Российской Федерации. В ликвидации последствий подтопления в поселке Мысхака. Казак-наставник в школах и Новороссийском казачьем кадетском корпусе. Педагог, музыкант, общественный деятель. Самое главное, с детьми нужно разговаривать на равных. Если ты с ними разговариваешь как со взрослыми, то результат превосходный. Они тебя слышат, они тебя никогда не подведут. Более того, будут стараться услышать что-то новое, применить это. Меня отец воспитывал так. А что люди скажут? Это самое главное было Мерила, понимаете? Мы боялись опозорить род, мы боялись опозорить свою фамилию, отца, бабушку. Андрей с самого детства воспитывался в старинных казачьих традициях. По-другому и быть не могло. Казачьи заповеди в семье Артюховых плютут свято. Ведь основатель рода именитый кашевой атаман Сидор Игнатьевич Белый. Есть данные, что именно он привел первых казаков на Кубань. В военных походах показал всю силу войска и заставил врага уважать казаков. Прадед мой белый, Павел Матвеевич, он был 1886 года рождения. И на момент расказачивания, выселения, это был взрослый 40-летний мужчина. Поэтому мы свои корни вспоминаем. И мне прадед рассказывал, он не боялся рассказывать. Он мне рассказывал и учил владеть шашкой. Он рассказывал о той жизни, которая была, как была устроена станичная жизнь, как было войсковое правление. По образу и подобию атаман Артюхов выстраивает работу из своего общества. Сегодня на Кубани вершится новейшая история казачества. Возрождаются и укрепляются традиционные принципы воспитания молодого поколения. Внедрение непрерывного казачьего образования во все учебные заведения края – одна из важнейших задач, которую Кубанское казачье войско ставит перед районными и хутарскими обществами. Атаман Артюхов в это дело вкладывает все свои знания, всю свою душу. В Мысхакской школе пять казачьих классов. Атаман Артюхов – желанный гость в каждом из них. Малыши внимательно слушают рассказы, задают вопросы. Сегодня для первоклашек и второклашек особенный день. Впервые в жизни им предстоит организованно возложить цветы к памятнику на мемориальном комплексе, который был открыт в Мысхако в честь 75-летия Великой Победы. Именно здесь обнаружили братскую могилу, где во время Великой Отечественной войны были захоронены более 4 тысяч советских солдат. Они уже знают, что они казачата, что традиции казачества они знают, заповеди знают. Даже в класс, когда входят, уже у нас многие дети, как Атаман нам сказал, нужно начинать день с молитвы. Они уже это все сами осознанно принимают, все это знают. Здесь еще все зависит от семьи. Мы участвуем во всех мероприятиях, посвященных казачеству. И именно здесь, в этом классе, родители, они более активные, включаются во все эти мероприятия, во все поездки, посещения храмов. И это все у нас проходит как бы совместно с родителями. Во-первых, это история более углубленная. И края, и Кубани, и страны достаточно хорошо касаются. И самое главное – это дисциплина. И в случае чего зовем Атамана на помощь. Пожалуйста, помоги, спаси, не справляемся. Ну, он для них авторитет. Пришел Атаман, они уже понимают. При этом они, да, они понимают, вот это чувство ответственности у них это есть. И в школе к ним другое отношение. Как-то, а, вот посмотрите казаки, как себя ведут. То есть берите с них пример. Ну, это много значит. В своем обществе Атаман создал совет казачьих матерей, чьи дети воспитываются в казачьих классах. Кристина вступила в организацию, не раздумывая. Очень уж близка ей тема патриотизма и казачества. Пятеро детей, понимаете, это не так легко. Но у меня еще есть шестеро подопечных детей. Состоим в поисковой организации, Новороссийский центр поисковых работ. Честно, я патриот. И для меня эта тема очень больная, поэтому я хочу, чтобы и мои дети знали, почему они живут. Атаман для нас это наш авторитет. Это герой нашего мысхака. Без него ни одно мероприятие никогда не проходит, потому что он всегда и детей приведет. Он и детям расскажет. То есть это человек, который очень много знает про казачество, он очень много знает про историю. И они все за ним идут, вот знаете, как мышатки такие за ним бегут и слушают его с открытым ртом. Они его все очень любят, все дети. Слава кухани, братцы! Герой слава! Присаживайтесь, братцы! Олег, здесь! Пришел пообщаться с вами. Очень много впечатлений от вашего парада. Замечательное действие. Молодцы руководство, что дало возможность все-таки провести этот парад. Кадетка, значит, у детского корпуса должен обладать такими качествами, как храбрость. Но он должен быть сильным. Потом он должен показывать пример всем. Он не является примером. Потому что человек в форме, то есть всегда пример. Меня выбрали атаманом в связи с тем, что я довольно перспективный был кандидат в атаманы. У меня была программа именно, как сказать правильно, там было все то, что хотели кадеты. Например, кадеты хотели, чтобы мы возродили новую секцию на гандбол. Мы эту секцию в следующем году возродим, поговорим с директором. Найдем нового преподавателя, который будет преподавать данную секцию. Я считаю, что казаки – это довольно-таки великий народ, который жил на Руси в довольно-таки давнее время. И то, что они на все время берегали. Например, то же самое Кубань. Они очень сильно так защищали, освобождали. В Великую Отечественную НУ они также помогали. Воспитанники Новороссийского казачьего кадетского корпуса часто участвуют в торжественных мероприятиях городского, краевого и даже федерального уровня. Это учебное заведение трижды признавалось лучшим в России среди всех кадетских корпусов. Атаман Артюхов гордится ребятами. Ведь среди них и выпускники казачьих классов. Система непрерывного казачьего образования в действии. Процент огромный поступления в высшие учебные заведения после окончания нашего корпуса. Практически все поступают в высшие учебные заведения. Большинство ребят остаются на Кубани, продолжают работать и служить на благо Кубани, на благо нашего Отечества. Мы однозначно гордимся, считаем, что занимаемся, наверное, самым полезным делом. Выращиваем их действительно настоящих граждан, настоящих патриотов нашей страны. Казак без веры – не казак, гласит древняя мудрость. Вот и атаман Артюхов искренне верит, что путь наставничества выбрал для него сам Бог. А значит, исполнять его волю нужно с честью и благодарностью. Храм наш – это гордость и украшение. Он для души, для нашей просто отрада. Строили его всем миром. Начали строительство в 2009 году на Казанскую Божью Матерь, праздник 4 ноября. Всегда в храм приходим с радостью. Даже если на душе тяжело, выбирая такие моменты, когда никого нет, и просто прийти помолчать, побыть наедине со своей душой, со своим чувством – это замечательно. Всегда лечит. Перед началом всяких серьезных дел тоже иду в храм, люблю уединиться. По-настоящему душа атамана успокаивается дома, где ждут самые родные, где можно на время отвлечься от общественных забот, где всегда выслушают, поддержат и поймут. Он настоящий. Он действительно настоящий, благородный, честный человек. Таких сейчас, наверное, уже мало встречается. А вот он такой. В его жизненных позициях, в его приоритетах жизненных. У него действительно это благородство, наверное, с молоком матери. Вот он это впитал. У них вся семья такая. У нас как-то все обоюдно, полюбовно. Мы друг друга всегда поддерживаем. Я им очень горжусь. Он замечательный человек. Младшая дочь Маша пошла по стопам отца. С самого детства занимается вокалом и мечтает, как отец, стать музыкантом. В ее копилке уже гастроли, десятки наград и грамот. Атаман гордится своей юной казачкой, пишет для нее песни и не пропускает ни одного выступления. Я сделала свой первый шаг на сцену в три года. Я по народным, по казачьим песням. Они мне нравятся, потому что они задорные. То есть, когда ты поешь, у тебя нет какой-то грусти. То есть, ты не прослезишься на сцене. То есть, они веселые, ты как бы радуешься. И они мне, впрочем, нравятся, потому что, ну как бы, много людей. Вот там, я езжу в Краснодар, в Крым. И больше людей – это казаки. То есть, они узнают эти песни. Сам атаман Артюхов убежден, что именно в казачьих песнях вся мудрость, доблесть и величие истинных казаков. И чем чаще будут звучать народные мотивы, тем светлее будет становиться душа. У меня есть план развития москарского казачьего общества. Я мечтаю получить эти вот 11 гектаров леса под рекреацию. Чтобы вот этих замечательных казачат летом отправлять в лагерь. Чтобы они там, среди можжевельников, в палатках жили и становились настоящими мужчинами. Понимаете, вот моя мечта. Там, чтобы пасеку, пчел завести. И я хотел бы вот, чтобы эту мечту воплотить. Субтитры создавал DimaTorzok